Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы с вами рассмотрим еще одну очень интересную партию из недавнего матча российского гроссмейстера Александра Грещука и чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Напомню, что этот матч прошел 22 ноября текущего 2017 года на сервере ЧСКОМ. Итак, в этой партии Александр Грещук играл белыми и сыграл Е4. Далее было Е5, КФ3, КС6 и С4, С5. У нас на доске стартовая позиция итальянской партии. Ну и здесь этот поединок проходил с контролем 3 минуты и 2 секунды добавления на ход. Александр Грещук не побоялся и сыграл Б4. Вот такой вот вечно зеленый, не стареющий гамбит Эванса. Конечно, когда вы играете в Блиц, то можно применять вот такие схемы. Здесь нет времени на то, чтобы подумать, чтобы попытаться разработать систему защиты. Нужно играть на инстинктах. Ну а вот такой шахматист, как Грещук, всегда выделялся активно, стремлению к активной игре. И действительно, в этой партии активная игра у него получилась. Итак, вот в этом положении, довольно, можно сказать, вызывающем, здесь Макдус Калсен сыграл Сон Б6. То есть, он не принял гамбит. Вот в былые годы, конечно, шахматисты считали себя обязанным поднять брошенную перчатку и фактически пойти на принятый гамбит Эванса. Но в наш прагматичный век, главное, это результат. И как он будет достигнут, это уже второе дело. Поэтому Сон Б6, отказанный гамбит, А4. И вот в этой ситуации чемпион мира немножечко удивил своих поклонников и сыграл А5. Согласно теории, ход А5 считается недостаточным для уравнения. Такую достаточно сомнительную репутацию носит это продвижение пешки. В то же время, более спокойная А6 действительно ведет к таким вот оппозициям из итальянской партии с надвинутыми пешками на ферзевом фланге у белых. Но здесь никакой особой опасности для черных нет. Но после хода А5 Грещук запирает ферзевый фланг, играет Б5, нападая тем самым на коня Ц6. Конь отходит на Д4, ну и здесь конь Ц3. Другой подход к этой позиции, можно было сыграть Ц3, вынудить размен коней на поле Ф3. Ну и дальше ходом Д4, впоследствии захватывать центр. Заметим, что вот в такой пешечной структуре есть еще вот такой нередкий для гамбита Иванса выпад, как Сона 3. Препятствующий короткой рокировке черных. Ну а конь Ц3, вот так играет Александр Грещук. Ну а Макс Карсон играет Д6. Смысл этого хода в том, что Сон может выпрыгнуть на Ж4 и связать вот этого коня на Ф3. Конь Д5, играют белые и вот недвусмысленным образом демонстрируют свое желание побить на Б6 и сдвоить тем самым черным пешки. Сон Ж4, играет Калсон, С3, взяли, забрали. Посмотрите, сдвоенные пешки сначала получились в этой партии у белых. Ну и конечно, вот это изменение пешечной структуры не так критично, как в том случае, если бы белые уже рокировали. Конечно, если бы сделана рокировка, то Грещук не пошел бы на этот вариант. А так, он для ладьи своей имеет уже полуоткрытую линию Ж. И сразу же на ход Сон Х5 захватывает эту линию ладью. Нападает на пешку, но здесь можно было осторожно прикрыть пешку ходом Сон Ж6. Но Магнус Карсон понял, что в этой партии спокойной жизни не будет ни ему, ни его сопернику. И решил сыграть конь Е7. Конь Е7, нападая на коня Д5. Конь бьет Б6. ЦБ. Теперь сдвоенные пешки уже и у черных образовались. Ладья бьет Ж7 и Д5. Вот в этой позиции после хода Д5 ЕД. Магнус Карсон вполне мог закрыть вот эту ладью на Ж7 ходом Сон Ж6. Это довольно часто встречающийся позиционный маневр в такого рода ситуациях. Но дальше эта ладья будет подыграться нападению. То ли короля после короля Ф8, то ли коня после кони Ф5. Но, видимо, этот вариант не сильно понравился чемпиону мира. Благодаря тому, что все-таки у белых есть определенная компенсация за неизбежную потерю качества. Ферзь Е2. Это примерный вариант того, что могло быть в партии в этом случае. Конь Ф5, нападая на ладью. Ферзь Е5 и размен ферзи. То есть связка по линии Е здесь не оставляет белым выбора. Взяли-взяли. Д6 с попыткой высвободить эту ладью. И лучше всего просто не отвлекаться на эту пешку. Потому что где-то будет еще слон А3 ход. Белые захватят инициативу. А лучше сыграть король Ф8. И после взятия на Ж6 и слон А3. Здесь у белых мощнейшая компенсация за потерянное качество. Ввиду того, что у них два очень сильных слона. Которые смотрят прямо на черного короля. Ну и мощнейшая пешка Д. Конечно, пешка Х2 здесь особо никого не волнует. Инициатива белых развивается на другом участке доски. Поэтому, интуитивно почувствовав, что ладью эту ловить смысла большого нет. Карсон решил ее просто прогнать. Ходом Конь Ф5. Далее ладья Ж1. Ладья возвращается домой. Ферзь Х4. И посмотрите. Вот сейчас фигуры черных развивают весьма недюжинную активность. Ферзь нападает. Слон тоже присматривается к пешке Ф3. Здесь может быть такая ситуация. Ферзь бьет Х2. Дальше Конь Х4. И пешка на Ф3 реально окажется под боем. Поэтому здесь Александр Крещук находит весьма неплохой маневр. Он играет Ферзь Е2. И на ход Ферзь бьет Х2. С защитой пешки Е5 и нападением на ладью Ж1. Он играет ладья Ж5. И фактически вынуждает вот здесь вот таким вот ударом на коня разменять Ферзи. То есть вынуждает Карсона пойти Ферзь Х1. Ферзь Ф1. Ферзь бьет Ф3. Защищая обе эти фигуры. Но слон Е2. И вот этот форсированный маневр приводит нас к окончанию. Но от этого партия интереснее, менее интересной не становится. Ферзь бьет Е2. Взяли, забрали, забрали. Ну и посмотрите на эту позицию. Сейчас инициатива всецело принадлежит белым. У них активнейшая ладья. Посмотрите, вот сейчас Конь должен отходить. Слон выпрыгнет на А3. И мощная проходная пешка Д. Все, конечно, это делает позицию белых намного лучше. У них колоссальные шансы на победу. То есть, вот с дебюта буквально можно сказать, что Магнус Каусен-то и не вышел. Потому что у него позиция хуже. Ни в какой момент не могла быть равной. Конь Д6. Сыграли черные. Ладья бьет Е5 шаг. Король Д7. И слон А3. То есть, вот в этой позиции мы видим, что и вторая ладья уже может выйти на линию Ж. А может быть на линию Е. Отойдет король. Ну и дальше это сдвоение по линии Е. Ладья АЕ8. Сразу пытается погасить активность соперника Магнус Каусен. Разменами. Взяли, взяли. Король Д3. И король тоже неплохо стоит. То есть, слон давит на коня. Король в центре поддерживает пешки. А ладья выходит на Ж1. Или на Х1 с давлением на пешку Х. Конь Е4. Таким образом, Магнус Каусен пытается перехватить инициативу. Нападает на пешку Ф2. Следует точно Ф3. Конь Ф2. Король Д4. И на Х5 ладья Ж1. Очень интересный момент. Видите, конь на Ф2 прикрыл поле Х1. Поэтому сюда ладью встать нельзя. Но зато листья линия Ж. И вот здесь в тыл заходит Александр Гищук своей ладьей. Ладья Е2 нападает на пешку и Д3. Второй точный ход. И вот в этой ситуации уже Магнус Каусен не выдерживает. Играет аж 4. Это решающая ошибка. В то же время можно было еще пока подержаться. Сыграть ладья А2. Но ход ладья Д2, видимо, не достигает цели. Потому что есть просто король Е3. И тут вот брать на Д3 не получается. Поэтому именно ладья А2 и далее такой форсированный вариант. Слон С1. Далее ладья бьет А4 шах. С4 закрываясь от шаха. Ладья А1 пытаясь использовать связку по первой горизонтали. Но король Е3. Конь отходит на А3, нападая на ладью. Ладья А1. И после А4 неизбежный размен легких фигур. Ладья бьет А5. Получалась вот такая вот позиция. Конечно, у белых здесь громадный перевес. Сейчас ладью можно попытаться в последствии поставить по Тарашу за проходной пешкой черных на линию А. Но тут еще пока победу белым никто не гарантирует. Известен афоризм, что ладей на окончании не выигрывается. Возможно, и здесь какие-то есть скрытые ресурсы для защиты у черных. Но во всяком случае, так нужно было играть чемпиону мира. Но он сыграл А4. И действительно, вот в этой ситуации ставка на проходную пешку А4 со стороны черных, она не сыграла. Дело в том, что ладья Ж7, и вот здесь белые очень технично забирают пешку Ф, черную пешку Ф7. Далее последовало король Е8. А как еще эту пешку защищать? Ладья Ж8, король Д7 и ладья Ф8. Это такой типовой технический маневр, с помощью которого просто эта пешка на Ф7 оказывается беззащитна. Король теперь не может на Е8 встать. Ну и черным ничего не остается, как двигать пешку А4. Далее ладья бьет Ф7, король Е8, ладья Ф8, король Д7, ладья Ф7, король Е8. Но здесь Грищук проверил Магнуса Калсона на желание повторить позицию, сделать ничью. Ну и поставил ладью по тарашу. В который раз мы с вами убеждаемся, что ладья лучше всего расположена сзади проходной пешки. Как своей, так и неприятельской. Вот посмотрите, это ладья как лучом просвечивает всю дорогу пешки, вплоть до поля превращения. Ну и не дает в данный момент ей двинуться вперед. Ну а что остается черным? Нужно как-то контратаковать. И Магнус Калсона сыграл ладья Д2. Но последовало уже все тоже король Е3. И сейчас вот этот двойной удар вынуждает ладью просто отойти на А2, атакуя слона. Ну а слон, конечно, не остается на месте, отходит на Д6. И теперь главную роль играет именно пешка Д. То есть пешка на А4 здесь особо никого не волнует. Магнус Калсона сыграл конь Д1, король Д4, ладья А4, С4. Посмотрите, как красиво здесь защищен король. То есть из тыла, из фланга не дашь ему ни одного шаха. Ну а пешка Аш, она как сирота вот здесь осталась. Никто ее не поддерживает. Пешка А не так далеко продвинута. Калсона пытается хоть как-то поддержать еще, может быть, свою проходную. Но здесь мы видим и слон, и ладья полностью контролируют поле А2. Ну а осталось отойти слоном для того, чтобы двинулась пешка Д. И после хода слон С7, направлено на эту идею А4 Д6, здесь Магнус Калсона признал свое поражение. Но такая вот очень интересная инициативная игра Александра Гречука. Не побоялся он выйти в острую гамбитную игру против самого чемпиона мира. И одержал победу в таком отличном стиле. Надеюсь, что данная партия вам понравилась. Спасибо большое за ваше внимание. До свидания.